Добрый день, дорогие слушатели, добрый день, дорогие зрители. Сегодня у меня просто такое гигантское событие. Сегодня я могу взять интервью у Александра Свияша. И перед тем, как я начну брать это интервью, я хочу вам показать, у меня дома огромное количество книг Александра. Например, вот эта книга «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний», которые я в свое время, наверное, раз 10 перечитывала. У меня также есть книга Александра Свияша, «Ладнись, пока не поздно». Также есть книга «Секреты людей, которые счастливы». И масса других книг не буду я показывать. И тема сегодняшнего интервью – это счастье и успех. И перед тем, как я начну Александру задавать вопросы и по теме счастья, и по теме успеха, я хочу попросить Александра, чтобы вы представились и рассказали немножко про себя. Ну, хорошо. Меня зовут Александр Свияш. Я последние 20 лет занимаюсь психологией. Изучаю что-то такое человека, что внутри нас, они пускают нас к тем целям, к которым мы стремимся. Вот. Я автор, не знаю, примерно 16-17. Вот вы мне показали книжку, которую я вообще не видел. Да? Уже забыли? Книг. Часть я вывел из печати, они устарели. Вот, часть новая. Общий тираж порядка 10 миллионов экземпляров. Раньше были большие тиражи, многомиллионы. Книжка «Ладнись, пока не поздно» вышла тиражом порядка 3 миллионов экземпляров. Но это были 2000-е годы. Сейчас засилие зарубежной литературы переводной, как будто американцы лучше нас знают, как жить. Вот. Ну, я руководитель, научный руководитель уже в большей мере Центра позитивной психологии «Разумный путь». У меня есть свой сайт свежий, куда вы можете зайти и сами себя откорректировать, отредактировать. Убрать вину, убрать, поднять самооценку, изменить отношения к деньгам. Там 30 позиций разных. То есть это для самостоятельной работы. Ну, то есть в тренинговом центре у вас вы будете под руководством тренера этих своим целям, а на сайте свежую, если у вас хватает внутренней силы, то заходите и работаете сами. Ну, вообще, я кандидат технических наук, начинал с техники, но потом человек стал мне интересен более, и я перешел на человека. Техника мне интерес пропал. Примерно так. Александр, я выбрала темой нашего интервью, тему успеха и счастья. И стала записывать, вот уже две недели записываю интервью со многими русскими психологами, коучами, тренерами на эту тему. Потому что сейчас так, из-за нынешней ситуации в мире с коронавирусом, из-за самоизоляции, у некоторых людей произошли какие-то переосмысления, переосмысления, новый смысл приобрелись. И перед тем, как я вам буду задавать вопросы, я хочу спросить, насколько в вашей душе, в вашем сердце и в вашем разуме отзывается тема счастья и успеха? Ну, я занимаюсь темой повышения успешности человека на пути к своим целям. То есть она как бы для меня, это то, чем я занимаюсь последние 20 лет. Темой счастья я не занимаюсь, потому что там что такое счастье. Ну, как бы, это просто сопутствующее состояние. Вот. Но возникает периодически человек, когда он достигает каких-то очередных вершин, ну, потом хочется дальше, дальше, потом третья часть отходит, начинается преодоление сложности, потом опять достигаешь, получилась третья часть. Ну, примерно так. Вот. То есть это тема, которой я занимаюсь 20 лет. 20 лет, да. И у меня, как я уже сказала в начале интервью, у меня огромное количество ваших книг. Я зачитывала с ними захлёб. И, кстати, вот ваши книги меня также побудили на то, чтобы я получила второе университетское образование. И второе университетское образование у меня я психолог получил. И закончила в прошлом году университет практической психологии. Когда-то я помню, что я все ваши видеоролики смотрела в ютубе, некоторые даже смотрела много-много раз. А как бы вы охарактеризовали, вот вы сказали, что вы занимаетесь уже 20 лет такой темой, как успех, повышаете успешность у людей. Как бы вы, вернее так, какое определение вы бы дали слову успех? Ну, успешный человек отличается от неуспешного тем, что он быстрее достигает те цели, к которым они оба стремятся. Многие люди хотят сделать карьерный рост, но побеждает более успешный тот, кто занимает нужную должность. Многие хотят открыть бизнес, но наибольший успех достигается тот, кто открыл бизнес, выдержал и добился максимальных результатов. Успешный человек, а тот, который более эффективен, чем остальные на пути к одинаковым целям. А что тогда, например, в вашем понимании означает слово успех? Успех – это достижение цели за более короткое время с меньшими усилиями. Примерно так. И вы сказали вот сейчас про успешных людей, а какие есть привычки, какие есть навыки, какие есть качества у успешных людей? Или, например, если у кого-то нет таких качеств, привычек и навыков, то что нужно в себе изменить, чтобы стать таким успешным людям? Ну, сейчас я книжку заканчиваю, которая называется «Как изменить себя и стать успешным на пути к своим целям». И в итоге вот этих 20-летних исследований я пришел к выводу, что в случае нужно совершить всего лишь два шага для того, чтобы стать более успешным человеком. Ну, то есть увеличить свою заработную плату, найти себе там любимого или любимую, улучшить жилищные условия, улучшить здоровье и так далее. Нужно всего лишь сделать два, иногда три. Ну вот, с любимыми там сложнее, а у нас восемь шагов получилось. Вот. Первый шаг. Это вот в самой первой моей книжке, как быть, когда сегодня так хочется, там введен такой образ «Накопитель переживаний» или «Стресс-аккумулятор». Это некая условная емкость, которая находится у нас, и которая собирает в себе все наши негативные переживания. И чем больше переживаний мы набираем, тем менее мы успешны пути к целям. При условном наполнении накопителя переживаний до 50% мы очень успешно, у нас все очень легко и быстро получается, складывается нужным образом. Ну, я обычно привожу мне и знакомая, а она мои книжек не читает, она просто живет так. Она даже у нас одно время работала в центре. Вот. Например, она жила или живет в двухкомнатной квартире с дочкой. И захотелось есть трехкомнатную, что-то и стукнуло в голову. Вот. Я лезу в интернет, смотрю в моем районе, где я хочу себе обменять квартиру. Пять квартир, десят. До нескольких лет по дате размещения мне ленивеж не продаются. Причем они идут пониже той цене, по которой мне нужно. Ну, что делать? Мне же хочется. Я вывешиваю объявление. Где-то в течение дня, через 20, 25 приходит мужчина, смотрит, выходит в мою квартиру и говорит, все нравится, я беру на ту цену, которую вы хотите. Она говорит, а вот другие же есть квартиры дешевле. Она говорит, а ваше нравится у Таура. Ну, хорошо, покупатель нашелся, теперь нужна квартира трехкомнатная, денег у нее никаких нет, она работает, ну, не было, не было, или как сказать, просто так нет запасов. В этот момент, пока она продала свою квартиру, кто это вывесил трехкомнатную квартиру? Она пошла, посмотрела, и выехала в этом же районе. Ей нравится. Там разница миллион рублей нужна. Теперь ей нужен миллион рублей, чтобы, значит, принять квартиру. Она начинает спрашивать у знакомых, я же у меня спрашивал, ну, понимаете, отдать миллион рублей, а потом, значит, испортить отношения, потому что человек, ну, работает, работала тогда в сфере рекламы на предприятиях. Вот, ну, непонятно, получит, не получит. В общем, все отказались. Ну, рекомендую банк обратиться. У нее была фирма такая, дохлая совершенно, ну, в этот момент ей поступает заказ на полтора миллиона, и заказчик готов выдать аванс в миллион рублей. Ей переводит на счет миллион рублей, она его снимает, меняет квартиру, ну, мимоходно выполняет заказ, потому что в мамках ее специальности было. В общем, через три месяца после того, как она захотела улучшить свои личные условия, она мне звонит, приглашает на новоселье. Вот. Вот что значит живет человек успешный. То есть она не является олигархом, ей это не нужно. Она занимается интересным делом, значит, то, что ей нравится. Вот человеку захотелось бы цель реализовать, и она реализовала ее буквально за три месяца. Люди по несколько лет висят квартиру, они не могут продать. Почему? Потому что вы их накопите, или переживание, я так понимаю, процентов 70-75. Это ситуация, когда человек достигает своей цели, но с огромным трудом. Вы приходите, сказать, ваши клиенты вам не приходят, документы теряются, нужные люди уходят и так далее. Вы преодолеваете, преодолеваете, и в конце концов все-таки преодолеваете. Ну, как же это большинство людей? Вот. И в 8 или в 78% по нарастанию. 90% это полный тупик, когда у тебя вообще ничего не получается. Ты хочешь сделать, но нужные люди уезжают, какие-то законы принимают, то, что не можешь сделать еще что-то, просто из опыта знаю, на что люди жаловались. Вот. Это состояние полной неудачи. А 95% это уже, когда человек говорит, я не могу жить в этой гнусной жизни, я хочу отсюда уйти, ну, и возникает какая-нибудь онкология, еще что-то, никто собирается уйти из этой жизни досрочно. То есть вот такой образ. И чем заполнен накопитель переживаний? Накопитель переживаний заполнен негативными эмоциями. Когда у нас возникают негативные эмоции? Когда происходит что-то, с чем мы не согласны. Потому что мы пока воспитываемся, у нас возникает, мы собираем, говорю, некую картинку мира. И там есть ожидания важные, например, ли это будет холодным или жарким, мы не знаем. Говорят, жаркое, говорит, какое-то. Ну, в принципе, для большинства людей это не очень значимо. И мы примем любое метод, мы летом прострадаем немножко, но давать реакцию какую-то, бешенство, гнев, из-за того, что будет лето холодное или жаркое, мы не можем. Не настолько это значимо. А вот если ваш любимый уверенно-жестко, что он должен, если вы дружите с ним, то он должен жить только с вами, не должен смотреть на других. Вдруг вам говорят, что видели вы другую женщину, или вам докладывают, что он там еще с кем-то погулял, у вас наступает приступ к бешенству. Потому что вы абсолютно жестко знаете, что откуда взялось это, непонятно, но вы это знаете. Вот, что он поступил неправильно, и поскольку мы люди инстинктивные, у нас есть инстинкты, наш инстинкт выживания приходит на помощь, он вам помогает вернуть реальность ожидания. Если вы переходите в состояние гнева, то есть возбуждение сильной психики, из позиции силы, значит, давите на вашего любимого. Ну, энергия дает, чтобы вы его побили, но сейчас бить нельзя, потому что у нас законно всякий, административный кодекс, уголовный кодекс. Поэтому вы говорите словами, может быть, вы расходитесь, может, вы остаетесь, ну, огромный агрессивный приступ был, и энергию вы не использовали. Энергия отложилась в теле, большой кусок, и это образовался эмоциональный блок. Ваш накопитель пополнился. Вы начинаете, этот эмоциональный блок, он ведет себя как живое существо, то есть вы начинаете следить за своим любимым, если вы остались с ним вместе, например, как он себя ведет, и периодически обнаруживаете что-то, для того, чтобы ваш гнев попитался. В итоге блок увеличится, увеличится, но, в конце концов, вы видите, в нем одни недостатки, а не одни достоинства, ну, как семейная жизнь. Если вы прожили 10 лет с мужчиной, или зеленощиной, то через 10 лет вы уже видите одни недостатки, все достоинства потеряются. Огромный эмоциональный блок, заряженный против этого человека. Ваш накопитель пополнился на 70-80%, и ваши цели не достигаются. Значит, для того, чтобы стать успешным, нужно почистить свой эмоциональный план, почистить свои накопительные переживания. Мы рекомендуем для этого технику, называется эффективное прощение. На два этапа. Сначала мы пишем развернутую форму прощения, а потом загружаем ее в себя. Ну, если вам там лет 40-45, и вы там второй раз замужем, и два... Ну, замужем хорошо, замужем свободно, два раза в год было, две семейные жизни, и вы прошли все с огромным негативом, то в вашем накопителе там 75-80%, и вы можете придумать к себе только очередную противоположность, к которой потом будете очень сильно богатиться. Поэтому, хотите вы увеличить все доходы, хотите вы стать более здоровым, хотите вы, значит, там, поехать отдыхать куда-то. Ну, это легкая цель, более серьезно обычно рассматривается. Вот, нужно начать с чистки накопителя переживаний. Это первое. То есть, почистили, болячки уходят, энергетика поднимается, вы как бы парить начинаете. Но у вас не изменились все убеждения, которые породили ваши переживания. Идеализация, так называем. Вот, мой мужчина должен приезжать только мне, идеализация. Люди должны быть честными, это идеализация. Если вы даете нервную реакцию, когда люди врут, там, обманывают, там, хитрят, что-то еще делать, ну, что вы уверены, что это должно быть честным. Люди должны быть, ну, думать о других, например, если ваш начальник эгоистов и про это поводу бестись, то, в общем, у нас убеждение, что люди должны думать о других, а не только о себе. И так далее. У нас имеется очень много вещей, которые мы можем придавать сбыточное значение у нас, 20-ти реализации в обменной методике, и каждый из них порождает негатив. Если вы почистились, вы убрали следы прошлых ваших недовольств, но убеждения-то остаются, остались у вас, и следующие нарушения у наших убеждений снова придут к появлению негативных эмоций. Значит, нужно убрать эти убеждения. Нужно залезть в себя. У нас есть модель, согласно которой человек состоит из разума, из творчества, из инстинктов и хранилища, универсальное хранилище, где хранятся и наши знания, верования, убеждения, и сверхважные убеждения, и так далее. То есть нужно залезть туда и заменить те убеждения. Например, если есть убеждение, что мой мужчина должен смотреть только на меня, и смотреть только со мной, то вы должны заложить туда убеждение типа ныне я позволяю моему любимому мужчине вести тот образ жизни, который, сказать, он выберет. Я заранее принимаю, уважаю любой его выбор. Вот я так строю с ним в отношении, что являюсь самолучше для нее женщины, что я буду для нее самой лучшей женщины. Создаете его нежелание куда-то смотреть налево, не тем, что вы будете его купить, испугивать, как ребенка, который доволен к принес, через то, что вы самая лучшая для нее женщины, самая желанная, ему никто больше не будет. То есть выберите ответственность на решение этого населения. Вот, собственно, любое можно изменить. У вас есть ожидание, что вы должны думать о других, вы закладываете убеждение, что отныне позволяем ему руководителю жить той жизни, которую он выбрал, отныне я принимаю стиль жизни, я спокойно добровольно отношусь к тому стилю жизни, который он выбирает, и какие-то стильные ценности. То есть вы говорите, что я ухожу с борьбой. Значит, вашему инстинкту не нужно вас защищать, когда начальник очередной раз платит премию себе и не платит остальным. Но что интересно, когда вы изменяете отношения, выходите из борьбы с человеком, человек это чувствует и его отношение к вам тоже резко меняется. То есть вы поработали с прощением мужа в семье, мужа тоже муценный блок против вас зарез, исчез, и вы стали отношения резко улучшить, может даже любовь, секс, просто бывает. Вот два шага, которые человеку нужно сделать. И в итоге он станет на порядок эффективнее, чем он был до сих пор. Он не станет олигархом, потому что олигархи это люди там совершенно без тормозов внутренних, без ограничителей, никаких ограничивающих обережений нет. Только их внешним законам и силам можно немножко тормознуть. Ну, вы станете более эффективны в том месте, в котором вы находитесь. Вы можете поднять зарплату в два-три раза, можете строить личную жизнь. Вот примерно то, что является условием эффективности. А в принципе люди повышают свою эффективность двумя способами. Это в основном принято мотивационным, когда вас раскачивают, то пошли на тренинг, вас раскачали, у вас глазки горят, энергия бурлит. И месяца два-три вы бегаете, сносите все на своем пути, достигаете своей цели. А потом вы выдыхаетесь, своя энергетика поднимается. Можно снова идти на мотивационный тренинг. Так работают сети многоуровневого маркетинга. Мало. Там каждые три месяца людей накачивают. Второй подход. Вы понимаете, какие барьеры внутри вас могут держать, и сами работаете над тем, чтобы убрать эти барьеры. Ну, сами или идете на тренинг по убиранию барьеров. Когда барьеры убираются, то оказывается, что энергия у вас была полна, просто она была задавлена вашими переживаниями, стелями, ложными, неправильно сформулированными и прочее. То есть там есть порядка семи-восьми барьеров, которые из всех других людей. Если их убрать, то вы станете очень эффективным человеком. Другое дело, что вам не захочется бороться за машину, там, хочу поэнтли, а что там, зачем она, я поеду, все там, с вами зайдут от зависти. Он станет скучно, зачем мне нужно кому-то что-то доказывать. Покупаю эту машину, которая мне удобна, я на ней езжу, а кому не нравится, это их проблема. То есть вы выберете, вы выйдете из той, обстановки, в которой живут люди сейчас под давлением внешних обстоятельств, внешних программ поведения, значит, кому-то что-то доказать, кому-то отомстить, еще что-то. Вы начнете жить своей жизнью. Она немножко другая, чем та, которую вы не понимаете. Но это пожелание, конечно, не требует усилия. Примерно так. Александр, вы сейчас рассказали про идеализацию, и когда я уже много лет назад перечитывала ваши книги, смотрела ролики, то я, например, обнаружила в себе идеализацию справедливости. Идеализацию чего? Идеализацию справедливости. Справедливость. Вот что у вас... Что же называется? Что же? Это называется идеализация отношений между людьми. То есть у нас все идеализации, они имеют название, потому что если каждый человек будет называть свое название, то тогда непонятно, о чем он говорит. Ну, хорошо, да, значит, бывает такая, да, идеализация отношений. Я считаю, что люди должны поступать справедливо с моей точки зрения. Да, 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 конечно. И тут я вообще... Справедливо со своей точки зрения, и ваши точки зрения ничем не лучше их, просто она ваша, и поэтому вы за нее готовы бороться. Примерно так обстоит. Да, я лет 10 назад прорабатывала вот эту практику прощения, и очень-очень помогло, очень помогло. Сейчас у меня вообще нет ни одного человека, которому я плохо бы относилась бы, на которого я обижалась бы, облилась бы. А вы сейчас сказали, например, по поводу того, что не нужна Bentley, или там не нужна какая-нибудь другая машина, не нужна. Потому что у меня, например, была ей знакомая девушка, она у нас несколько раз на тренингах была, которая с детства мечтала, вот почему-то и стукнула, еще в школе мечтала иметь Bentley, когда вырастет. И она, когда подросла, она старалась, учила иностранный язык, поехала на стажировку в Англию, и там познакомилась с мужчиной, который в нее влюбился, и оказалось, что он из семи владельцев Bentley. Он ее влюбил. Ну, конечно, сейчас она разводится с ним, потому что там он, хоть и англичанин, но там он мозг выносит очень профессионально. У нас даже в России таких умельцев нет. Вот. Ну, вот, то есть, можно ездить на Bentley, если вам нравится, если ваш образ жизни такой, вам хочется жить в большом доме, огромном, тысячу человек, чтобы там толпа народу ходила, всякие персоналы, охранники, прочие. У меня знакомые есть, они говорят, мы там иногда с женой прячемся на третьем этаже, там закрываемся, сидим целый день, и мы счастливы, потому что никто тут вокруг не мелькает. Вот. Свои плюсы, всегда есть свои плюсы, свои минусы. Вот. То есть, вы можете иметь все, что хотите, но это имеется в виду, что это ваше, а не для того, чтобы кому-то что-то доказать, потому что люди живут, снимают койку в Москве, я знаю, встречал мужчину, но он купил себе Mercedes, ездит на Mercedes. Вот понты. Ну, это инстинкт выживания. Понты вот эти наши, это инстинкт выживания, он говорит, чем ты больше сберешься по социальной лестнице, по социальной лестнице успеха, демонстрируя свое правосудование над окружающими, тем безопаснее. И он оставляет людей, значит, карабкаться вверх, зарабатывать миллионы, миллиарды, которые не могут истрать, они просто потом с ними морочатся. А вот понты возникают, когда ты не можешь заработать миллиард, но ты хочешь продемонстрировать свою успешность. Поэтому ты, хоть живешь на койке, там снимаешь ночью в квартире, где несколько человек живут, но покупаешь машину, ездишь, демонстрируешь свое правосудование над окружающим. Вот это, а я считаю, что это глупость. Это про внешнюю программу поведения, ну, инстинктивную программу поведения. Ты не обязан ее отрабатывать. А так, в принципе, хочется ездить на Bentley и в енке езди, какая разница. Наверное, не так. Скажите, пожалуйста, какой ваш самый большой жизненный успех или какие ваши самые большие жизненные успехи? Я знаю, что вы автор книг, я знаю, что вы получили награды, и у вас масса подписчиков. Я думаю, что вы очень много чем гордитесь. Чем вы гордитесь? Ну, я 20 лет занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и понятно, что по ходу какие-то достижения были, иначе бы я... Раньше я каждые 5-7 лет бросал в деятельности меня, а потом вот застрял на том, чем я занимаюсь сейчас методикой разумный путь, и я нахожусь в состоянии азарта все время, 20 лет. Другое дело, что сначала мне очень нравилось вести тренинги. Я ездил в Россию, ездил в Америку, там в Англию, с русскоговорящей аудиторией. Германия, вот, потом я лет 7-8 провел, мне стало это скучно, я перестал вести там, лекции стал читать, ездить, то же самое, потом лекции стало скучно вести, ну, интернет стал. То есть, менял виды деятельности, и в каждом я, как бы, получал определенное удовлетворение. Награду, у меня вот сзади стоит статуэтка, такая женщина стоит с поднятой рукой вверх, это есть такая европейская ассоциация ЕБА, бизнес, европейская бизнес-ассамблея, вот, они мне дали такую награду, и вот, орден висит красивый сзади меня. Мне приятно было получить такую награду, наверное. Вот. Ну, когда книга очередная выходит, радуешься? Нет, скорее, когда заканчиваю книгу, я заканчиваю, я очень доволен, а потом начинаю писать следующий, понимаю, что прежняя была ерунда, книжка, а вот я все пишу, пишу хорошую, когда кончу писать, очень доволен, наконец, немножко освободился, потом опять, значит, хочется, не могу не писать, и начинается опять что-то, вот, примерно так. В целом, эмоциональный подъем, и небольшие всплески эмоциональные следующие какие-то очередные небольшим достижениям. А когда вы себя ощущаете очень-очень успешно? Ну, всегда. Если я ощущаю, что я что-то не тяну, что-то не получается, я начинаю анализировать, что внутри меня держит меня. Вот, например, у меня компания, она 20 лет сейчас существует, ну, вот, лет 15 она работала очень нестабильно, как бы, ну, то большие доходы, то маленькие, то большие, но летом тренингов нет, скажем, проседая там, так что, не кредиты не брали, но хватало денег, ну, сильно проседало, потом осенью, весной поднималось. И меня это как-то напрягало, каждый раз, все время хотел, чтобы это было более стабильно, хотя, умом, я понимал, что это, значит, нормальная работа, ну, 15 лет было, провалов сильных не было. Вот, и напрягало. Потом, когда я рассказываю людям про идеализации в очередной лекции, я скажу, вот у меня есть компания, которая, значит, работает нестабильнее, и это меня напрягает, я нервничаю. Я говорю и думаю, а что ж я нервничаю, это же очередная делегация, что компания должна работать стабильно. И лекцию закончил, и начал промотать отныне позволяемые компании работать как угодно, отныне позволяемые компании зарабатывать сколько денег, сколько и захочется, значит, ну, отменил свою идеализацию, и буквально там, через месяц пришла на работу новая девушка которая каким-то хитрым образом сделала так что у компании компании совершенно стабильные обороты вот как она это сделал я не понимаю ну вот она а там летом какие-то дополнительные мероприятия придумал что-то еще вот и вот лет пять у нас было стабильные доходы сейчас вот правда коронавирус я не знаю что у нас будет с ним но в целом забавно то есть я иногда когда чувство недовольство я начинаю анализировать чем вызвано какое мое ожидание нарушено и вызывает на искать недовольство только его выявляю то я тут же стараюсь убрать это недовольство и тогда ситуация выравнивается жена меня там мотивировал испытывал некое недовольство своими достижениями но потом нет надоело испытать недовольство душу не вопрос очень большие я тогда поработал с тем что отменил свою реакцию на недовольство жены как бы нормально живем ну как бы я уже по моему перестал быть виноватым в том что я не оправдываю надеюсь то есть мы сами можем все проанализировать какое мое ожидание стоит за очень важно для меня ожидания стоит за мои негативные эмоции вытащить это ожидание понять какой реализации он нарушает дальше просто обратить или за перести и просто в некое ожидание да я хочу зарабатывать больше денег например но я понимаю что я не банкир я не торгую нефтью я не беру взятки поэтому мне не могут быть принципиально такие же доходы как у них но если я там не нужна какая-то цель сказать я не бедные там несколько машин там дома час под москву и жена на канарах находится все не бедный человек но средний класс скажем так и я могу это создать сформировать что ли придумать как это сделать я это получу но дальше я не вижу смысл этом гоняться никому ничего не хочу доказывать мне сам амбиции инстинкты выживания всем доказывать поэтому цели получается когда они нужны гадай а их нету просто обычная стабильная работа а насколько вы успешно чувствуете себя настоящий момент настоящий момент это какой последний месяц когда коронавирус или когда коронавирус ну как я нормальный человек мне 67 лет я в зоне риска вот но страхами я умею работать у меня есть на сайте моем тоже есть его раздела как убрать любые страхи в этом страхов нет ну понятно что здоровым быть хочется заболеть не хочется я нахожусь как все самоизоляции не то нравится интроверт так по сути вот ну я понимаю что организм нужно поддерживать поэтому я пью чай с лимон с корень такой горький с имбирем это как бы моноактиватор я каждую субботу провожу дыхательные сессии поскольку заставить себя самого одному дышать довольно сложно поэтому я придумал проводить сессии с людьми то есть я по интернету провожу бесплатные дыхательные сессии 40 минут кто хочет приходить пожалуйста в 11 часов ну пока коронавирус я буду проводить потом не знаю вот приходите когда это в контакте или фейсбуке это на сайте нужно зайти на сайт тренингового центра после я зайти скажем там написан тренинговый центр перейти туда посмотреть ссылочку на дыхательные сессии по субботам в один часов зарегистрироваться затем вам придет ссылочка придете будете дышать не со мной 40 минут примерно выдышу ну кто первый раз тут конечно 40 минут не может 10-15 минут лишь чтобы я отвечаю на вопросы рассказываю зачем это как-то нужно это очистительная и оздоровительная энергетическая операция активное дыхание чистит эмоциональные блоки то есть уменьшает эмоционально грязь или уменьшает дополнение накопителя переживаний холотропка так устроен например на чисто на дыхание работать чистит эмоции вот эмоции человека и активирует иммунную систему соответственно энергетика поднимается вы более защищены становитесь от коронавируса но судя потому что у нас даже мишустин заболел премьер-министр вот не читал интернете то это все любых человек может попасть даже самые великие мира сего хотя не видимо стерегутся примерно так ничего не изменилось я сижу пишу книжку довожу дать свой сайт не утворенность есть небольшая тем что я немножко отстаю сейчас опять по интернет-маркетингу по продвижению своих людей людям вчера например отдыхательную сессию строил и прощал читатели моих книг и всех остальных кто не читает книжки мои и кто не ходит на наши тренинги не ходит на мой сайт чувство что у меня есть большое осуждение приду такую классную методику очень полезную рабочую но кто-то заходит а кто-то нет вот вчера работал с прощением есть такая техника когда вы например продавец что-то продаете и продаж нет ну вот у меня была ситуация на тренинге женщина я риэлтор 8 лет риалки мы занимаюсь продаю квартиры вот и последние три месяца ни одной продажи нет это было еще лет пять назад он 2000 чем лет пять назад вот ни одной продажи нет продажи остановились нужно уходить другую нишу наверно давайте поработаем над клиент над клиентами вашими потому что когда вы работаете продажах например то бывает покупатели нормально было конечно там жадные скупы скотч на искать занудные какие-то еще не вас раздражает своим поведение хочется хорошо хорошо так о покупке что он пришел очень смотрел сразу деньги отдал и ушел вот он начинает отравлять вам жить и выносить вам мозг вы задражаетесь потому что он не соответствует вашим ожиданиям вот накапливается раздражение потом когда накопилось большой блок эмоционально против клиентов то вы с ними находитесь борьбе вы не ищете то но человек звонит а уже как бы такое напряжение тут вдруг зануда вдруг опять там хоть на пришел люди ощущения эту энергию исходящие от вас они стараются от вас побольше побыстрее избавиться ну как раз не делают вас покупки вот она мы составили развернута форму прощения клиентов столько на 30-40 она поработала через два дня буквально там не помню пишет мне помощь и григорьевич мне сегодня было три вы не оставили мне три залога на квартиру пришли люди один коры два месяца за проходил другой но пришел третий счетом как-то бьется в общем три человека у меня купили квартиры в один день а до этого три месяца стояла только поработала с клиентами клиента не ходят сериал трассе сериал обозренный на клиентов они могут улыбаться значит там говорить правильные слова но обучены все в душе сказать плохо вам относиться и вот они вы будете стараться от них отвалить подальше не покупали них она есть такая возможно вот поэтому я на всякий случай вчера на всех клиентов поработал с прощением может еще разочек поработать надеюсь что они меня найдут и плюс конечно нужно хороший интернет-маркетинг у меня же была такая ситуация лет 10-12 назад я увидел что мне очень хорошее содержание методик хорошая но я уступаю в рекламе продвижение молодым ребятам психологом которые пришли института там ниже не читали сена открыли свои сайты виду тренинги и тут консультации них очень хорошая реклама очень хорошие там иначе посты мне такого нет я от этого я больше содержание ударился я понял что мне не хватает интернет-маркетинга а у меня отношение к маркетингу было такое очень критично и всего то что если это человек а тут друг маркетинг продажи реклама неинтересно но я понимаю что из этой своей неинтересности я проигрываю я оставил себя пусть и на утверждение новый программ проведения фактически что отныне интернет-маркетинг для меня является новой сферой моего творчества интернет-маркетинг открывать новые возможности я люблю интернет-маркетинг на нее с удовольствием занимаюсь интернет-маркетингом я тащусь интернет-маркетинга вот я ходил бормотал месяца полтора эти фразы насчет интернет-маркетинга и друг меня пробила слушать есть такое хорошо дело 4 сижу ничего не делаю надо все знание нахвататься ну что через пустим утверждение можно пробить интересного знания то нужно все-таки получили то вот я полез интернет нашел бизнес-школу записался на курс интернет-маркетинга и целый год ходил три раза неделю с удовольствием начался учился ничего не понимал половина том что говорят но конце концов я вышел и организовался хороших служб интернет-маркетинга вот сейчас это уже было лет сколько лет восемь назад сейчас мир опять дальше далеко убежала нужно дальше двигаться вот я чувствую что немножко опаздываю и раз сейчас я опять начал бормотать то что я очень люблю силу продвижения очень интересуюсь им подвижением я значит там еще что-то не нравится что у меня там все 100000 подписчиков инстаграме и на ютубе на фейсбуке хочу 200 или 300000 для этого видимо нужно что-то применить более профессиональное это нужно про открыть у себя интерес к этому ты сейчас открываю себе интерес вместо того чтобы ходить недовольно ругать клиентов я попросил прощение клиентов за мои недовольствиями и начал менять себя начал загружать себя программа том что я очень люблю силу продвижения интересуешь такой силу движением силу продвижения новая сфера моего творчества благо фразы уже знакомы стандартные надеюсь что через месяцок у меня пробьет а я начну как бы влезу эту нишу поглубже потому сейчас я туда влезаю умом понимаешь что это нужно уйдет утренний протест есть другие интересные дела на воду и книжку почитай поди я же нормальный человек вот но когда себя загружаешь нужную программу то тогда эта программа реализуется а если брать например шкалу от нуля до десятки и где десятка что вы просто мега успешный сейчас в эти недели карантина насколько успешно вы себя ощущаете я себя независимо от карантина карантин еще ко мне никого отношения не имеет а мне тоже ко мне тоже я даже чувствую что я сейчас ощущаю себя более успешно и более счастлива на семерку и см на семерку то есть всегда на семерку ну есть еще есть у меня же цели чтобы люди стали более разумными учились понимать происходящий процесс слушать психология которая ничего не понимает эмоциях классики написали а после них там и нормальных нет людей вот и это большая путаница словесно идет но совершенно бесполезная количество людей с психическими заболеваниями психологическими всякими отклонениями у нас растет стране и если же годная конференция там психологов они чтобы обсуждают то чтобы раз люди не растет с отклонениями то нужно увеличить количество психологов не то чтобы там людям давать психологию для самоиспользования танки приема их нет приемов потому что психология выросла из психиатрии вот у меня психологии для самостоятельного использования вот и мне хочется больше людей пользовались но пока что я проигрываю продвижение такая цель стоит вот и хорошо есть какая-то мотивация к действию стяжению изменения десятка я бы лежал на диване числа все животы что что я нахожусь все все супер хорошо нет не хорошо ним небольшая не утворенность есть мотивация действием когда все хорошо то нет мотивации теничу делать по привычке за денег вот я сам мотивируюсь александр скажите пожалуйста какие у вас еще есть цели на этот год ну поскольку мои хобби мое увлечение это работа у меня желание чтобы выпустить новую книгу написать но она уже почти написано издательство готовые взять увеличить количество людей которые ослушают смотрят меня ну как минимум два раза два раза вместо 100 тысяч иметь по 200 тысяч подписчиков миллион я не тяну потому что у меня все таки нагрузочная информация да я рассказываю как убрать вино как убрать страхи как убрать обиды но это нужно работать а люди привыкли к таблеткам так понимаю даже почему сейчас страдают наибольше умирает количество людей в цивилизованных странах потому что умирает таблеточники эти люди которые привыкли все свои проблемы решать с помощью лекарств и у них иммунная система совершенно деградировала за ненадобностью а сейчас лекарства нет от этой заболевания не выдерживают по моему причина вот это неправильной медицине которая исключает человека из процесса оздоровления у меня было повышенное давление там вечером по 200 было там 180 нормально 160 и я ходил не к разным врачам они сразу там сосуды за сосуды замусорены начинаем и сразу в таблике в пицце я начинаю пить таблетки у меня начинает желудок отказывает там вот перестает пищу принимаете вниз протестует дико я выбрасывал таблетки но раза три ходил потом дай-ка я сам разберусь почему почему же у меня давление стал разбираться в чем что такое стресс потому что стресс сильнее написал что стресс от реакции организма на в общем там на какие-то дополнительные реакции организма какие-то изменения но сложное название сейчас точно не помню я стал разбираться выяснил что стресс это это возбуждение состояния психики вызваны негативные эмоции силового давления эмоции мол всего давления обида раздражение гнева бешенство злоба это вот страх тоже есть вот эти эмоции они сопровождаются повышение давления наш инстинкт выживания отдает нам дополнительно чтобы мы защищались значит у меня куча идеализации раздражая что мне на работе сотрудники не плане планы раздражаясь не сидишь не должна понять вам не раздражая что кто-то не понял мое задание не выполнил и раздражая что что-то еще произошло то есть я все время раздражаясь раздражаясь все время нахожусь с 90 давление 180 врачи просто дают таблетки чтобы сбить давление химическим путем на организме хочет что давление было высоко что-то готов это идет борьба врачей с организмом организм поднимает давление врачи его сбивает помирает через сосудистые заболевания сегодня наибольшие причины заболеваний вот нужно все лишь убрать свою реализацию вот раздражаешься на сотрудников нас есть очень важно ожидание что нужно вовремя все право закрыть себе программа ты не спокойно доброжелательно отношусь сотрудников от ныне я спокойно доброжелательно хожу меры воздействия на сотрудников с тем чтобы они выполняли мои задания во время потому что в америке тоже не кричат она запрещена кричать а люди работают хорошо там путем мелкого удушения все равно по страхам делать все коэффициенты там программы планы сказать там каждые три часа сбор отчет результатов чок может не сделать потому что он находится под тотальным контролем это никто никого не кричит из того чтобы повысить свое мастерство управление и управлять людьми так что они могли выскочить не сделать мы значит начинаем кричать сказать запугивать сотрудников и в итоге здоровье заканчивается стресс можно убрать есть у меня разделся как убрать свой стресс на разделе 2 на сайте свежую пожалуйста хотите читать и работайте инструменты 7 я упустил все давление среднем если я просто сейчас конференции сейчас я отвечу на ваш вопрос на 160 у меня все-таки опасно чуть не то скажешь спишь когда я закончу это будет просидеть читать работать у меня будет 145 нормальное давление 140 раньше было 160 170 вот я понизил то что я убрал ситуации раздражение искать мило недовольство то что вызывает у меня у всех вызывает повышенное давление конечно можно повышенное давление с того что не правились неправильно питаешься сосуды забитых холестерин и бляшками но мне этого нет я знаю я прошу сказать что случится кушает а немножко стресс вызов психологическим причинам александр а вот вы сказали по поводу раздражения так если но среднему человеку сказать по поводу того что можно жить не раздражаясь не поверит скажет как так не раздражаясь вот как я могу не раздражаться что например я не могу выходить или не могу куда-то гулять и сейчас связи с коронавирусом и как я могу не раздражаться если мой муж предположим набросал набросал там носки или мой ребенок не помыл посуду мне например очень нравится жить без раздражения я довольно редко раздражаюсь я думаю что это благодаря тому что я много лет назад читала ваши книги и слушала ваши ролики очистки но я хотя мне кажется я всю жизнь очень мало раздражалась и такая спокойная счастливая как и как объяснить людям которые не верят то что можно жить фактически вот это моя проблема технология есть а люди смотрят и даже не понимают я когда публично выступаю там в новой аудитории который мне не читал и они люди смотрят и потом выходит у меня даже не понимает о чем я говорю как-то так не раздражаться как-то не обижаться это можно всего да вот объяснить как я вот подбираю всякие слова ищу рассказывать кто пробует это получается что не пробует тут остается своим дело в том что человек так устроен что информация которая заложена в него первое она является истиной вот вы когда что-то новое читаете то она все время сравниваете с тем что у вас уже имеется искать и если сразу что выкидываете новое потому что можно ну что есть уже вы уже знаете все как есть мы так устроена что-то наш критичность и неприятие но вот поэтому если есть уже опыт лично под который говорит что если что-то происходит то нужно покричать и все исправишь то человек очень трудно переубедить ну я ищу всякие слова примеры привожу потому что раздражение что такое это способ запугивания вы переходите в состоянии раздражения из позиции силы начинаете давить на человека пугать его он пугает что его могут через побить что и поэтому он начинает поступать так активно под испугом другие способы есть способ убеждения и способы как реклама мягко начнем заложить нужно программ по идее убрать у себя вот это очень важно ожидание что что-то получается не так как ты хочешь то тогда еще пугается говорит что как же так тогда на что все 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 просто ведут себя так как им привычно если вас не устраивает вы можете их запугивать через раздражение или гнев а можете с ними договариваться можете использовать мотивацию какую-то там чтобы они лучше ребенок у нас принес двойку что родители орут на ребенка запугивает а вот эта самая девушка которая там квартиру свою получила трехкомнатная дочка когда принесла дочка первую двойку и школу ну где-то классе 7 или 8 наговорю пришла вся такая ждет еще и мама щас ругать я будет а мама говорит ну чё бы принесла давай обмоем шампанское без дочка распили обмыли ее первую двойку и больше . двоек не приносила то есть если мало вступила с ней борьбу начала на них кричать запугивать обвиняет нам сказать угрожать началась борьба бы то тогда бы . чтобы доказать свою самостоятельность тут его вы тоже борьбу искали седлоки и продолжались всех бывает вот мама спокойно отнесла скажу все бывает жизнеприключения тоже нормально нормально все это случайно досадная ошибка давай мы отметим вот есть разные способы решения задач и пытаться запугать всех совершенно неэффективная техника потому что когда вы пугаете другого человека у него же тоже есть инстинкт выживания которые тут же когда на нас на бали и он тут же переходит состояние возбуждения и начинает орать на вас уж любая ссора любой конфликт это борьба за свои идеализации что я прав я знаю как должно но люди друг друга не слышат и в итоге один может сломать другого запугать другого но это будет плохое решение вот поэтому сам стал лучше выйти из конфликтов и кстати меня на сайте есть раздел как выйти из любого конфликта он собственно простой два шага первый шаг вы прощаете себя за то что вы ввязались пару второй шаг упрощать там моему же маму ребенка там кого угодно начальника за то что вы осуждали его поведение второй шаг вы выявляете какие ваши убеждения породили эту борьбу и убираете эти убеждения заменять их на более мягкие на более спокойно ты не спокойно и благовательно и доброжелательно отношусь к любому поведению моего мужа не спокойно пожелательно позволяем моему мужу выносить мусорное ведро тогда когда он хочет мне спокойно пожелательно позволяя муж зарабатывать столько денег сколько он может так далее и что интересно что очень часто вот эта борьба была вызвана тем вашим нападением человек уже они зарабатывают деньги и не выносит ведро чтобы доказать свое право на то что он тоже имеет свою точку зрения имеет право иметь свою точку зрения вы прекращаете с ним бороться и он выходит из борьбы самый делает то что вам нужно не всегда то есть это не является способом я сейчас прекращу бороться с мужем осуждать и ругать его за то что мало заработать денег он еще зарабатывать нет возможно он там на работе разочаровался там он пытался что-то хорошее сделал на этом они не поощрили а какого знакомого там поощрили там должность занял другой человек он обиделся и стал показывать им фигу вы тут мне нападаете давай зарабатывать заработать пошла те тоже фигу показывают стали в один ряд с начальником вы не с ним вы против него все враги никому ничего не буду делать это нормальная мотивация она живет в жизни больше не работает над своими программу поведения не думают над тем почему я так себя веду человек он очень похож на биоробота биологическое исполнение принципе есть разум логическое компоненты есть наша готовая программа поведение мы их используем есть инстинкт и которые порождают наши эмоции вот вся вся наш к этому еще конечно вот и биологическая часть наша дыхательная часть сердечная часть прочее но управленческая психологическая часть это достаточно простая реализована в нейронных сетях головного мозга вот все наши памяти наши знания наши убеждения плюс еще такой рептильный мозг у нас это наши безопасность александр а какие цели хотите добиться в течение 10 лет цель может быть материальная я живу за городом нет она очень нравится нужно не нравится жить городе нам нужно купить квартиру это материальная цель года два на не просто квартиру просто квартиру хоть завтра могу купить хорошую квартиру а в плане рыбу поймать большой внизу лечение рыбалкой ну я рыболов который ловит трофейная рыбалка интересная прошлом году ездил на рыбалку монголию рыбалку на сибирь на плато путара плату путаран там есть мы ловили это не не первый раз жизни поймала таких больших по 10 10 килограммов в этом году мы тоже собрались их не знаю с этим вирусом получится или нет вот поэтому поймать большую рыбу но очень большой не хочу потому что меня был опыт я на канарах мы поймали рыбу весом примерно 300 килограммов вытаскивать мы часа три и тащили и все прокляли все устали я понял что нужно как корректно говорить не очень большую рыбу хочу пошел рыба придет на 20 килограммов и 30 и ловил сама там 30 килограммов это интересно от 300 килограмм это это работа просто краска пота там пяти человек вот и конечно по методике сделать методику чтобы она была доступна большему количеству человек на миллионах 10 упользоваться реально чтобы не просто прочитали книжку и забыли к страшный сон бежали другую читать книжку чтобы очистились у нас можно чистить с помощью дыхания прощения можно аудио настроенность и специально где настрой которые просто включилась и он там чирика и птички чирика это внутри записаны программы которые меняют ваши поведение я сам слушаю перед вами у меня я слушаю этот настрой я мастер продаж я мастер убеждений я буду вести тренинг а мне нужно повысить свою убедительность вот я сам сам себе программируем это еще и вот сейчас завершение первой части интервью по поводу успеха какие 5 топ рекомендации вы бы дали нашим слушателям нашим зрителям как быть успешными ну естественно я дам рекомендации в рамках того чем я занимаюсь вы должны признать что вы не являетесь жертвой ничего все что произошло с вами создали вы сами своими убеждениями вытекающими из них поступками и действиями то есть тут уровень дохода который вы имеете отношения которые вы имеете там одиночество или занятость это все создали вы сами и вы это можете изменить сразу сказать что я хозяин своей жизни я могу все изменить большинство вопроса как изменить что для этого нужно делать вот тут собственно первая рекомендация разберитесь своими эмоциями перестаньте испытывать негативные эмоции просто так вот сказать себя я перестаю испытывать не работает потому что наши инстинкты они чихать хотели на то что мы хотим не хотим они обеспечивают безопасности это важнее чем наши хотелки поэтому нужно выявить за что вы боретесь когда вы испытываете любую негативную эмоцию значит всегда в основе лежит какая-то ваша идея просто когда у нас возникает вот рептильный мусорит инстинктами когда он создает изменение нашего состояния он исходит из логики что я могу либо силой надавить на человека и заставить ее делать либо он сильнее меня тогда мне нужно прятаться нам не нужно сказать сделать так чтобы он меня со мной ничего не сделать из 2 эмоции силового давления раздражение гнева бешенство злоба есть либо страх и вытекающие из него там действие там спрятаться убежать под защитить себя подраться в разные варианты существует вот и из промежуточная обида это когда вы слабее кого-то но хотите чтобы он сделал что то что вам нужно он не делает он считает это не нужно у ребенок классический ребенок хочет конфету хочет игрушку родители считают что сказать ему это не нужно что делает ребенок он обижается он плачет горько плачет на землю бьет ногами показывать свое измущение вот и при этом что получается если ребенок доллар к родителям она начинает быть дорог то родители возникает чувство вины они довели ребенка до такого плохого состояния плюс еще мнение окружающих людей следы и люди видят вокруг то очень неплохо при этом в обиде поучаствовать то тогда еще будет чувство вины перед окружающими людьми что что люди о нас подумают что мы плохие родители возникает чувство вины очень разрушающие нападение самого человека на себя и чтобы выйти из этого состояния человек ну либо лупит ребенка заткнулся либо чаще он покупает то что нужно то примерно замолчало потом можно ступить потихоньку но в общем-то это способ достичь своей цели то есть вести другого человека чувство вины и тем самым заставить его делать то что тебе нужно вот и свои ограничения потому что обеда работает нужно три условия плане первое тот на кого-то обижаюсь должен видеть себя потому что мне люди на бинаре вот я обижаюсь на правительство что только что-то обижаюсь против 100 тебя испытать чувство вина то что не обижаюсь нет и не знает знаю бессмысленно занятий сбежаться можно только на того а значит только тогда когда тут на кого-то хочешь возartz от видишь это обижена вторая вы должны быть дороге этому человеку то есть все бонус потому чувство вины вы должны быть дорогимиims то не неприятно то что он дорогому человеку достоин неприятных если у вас с мужем отношение разрушенная то обижайся не обижайся искачанина него ему под это совершенно что в этом испыстили это не работает если надо быть бессмысленно когда у у вас нет наш начальник обижаться глупо потому что начальник с вами никаких отношений нет если у вас не было там специальных с ним связи вот и так далее еще 3 требует нужно то что у человека имеется требует то что он не может сделать это его раздражает только напрягает разрушает ваши отношения вот но принципе обиды поскольку это связано с напряжением мышц внутри с энергетикой она оставляет эмоциональные блоки поэтому правильно было бы дать себе команду на запрет обиды и играть в обиду вот как бы разыгрывать обиду что возить на другого человека на этом реально я не испытываю то чтобы что женщин делается и мужьями они разыграют обиду значит пытаясь заставить может сделать что нужно но не получилось не получилось они быстренько будут собирают это нормально то есть тогда в теле не оставляет не остаются следы эмоциональные блоки нет болезни связанных с моцами блоками нет падения энергетики и прочих неприятностей связанных с коплением тела эмоциональных блоков вот у меня есть на сайте раздел так называется как убрать свою обидчивость пожалуйста инструкции прописаны заходите убирайте вот а с чего и на что я отвечал вопрос вот такой что какие 5 топ рекомендации для того чтобы более успешно да то есть второе значит поработать своими негативными эмоциями почистить свое тело из простейшая значит метаться простая все идут что-то произошло вы недовольны ручки трясутся глазки сверкают дыхание учащенное сказать круг бежит сказать вознуждены две фразы с любое благодарность я прощаю этого человека с любой благодарность я прощаю . принимаю вот таким какой он есть я прошу прощения у этого человека за мои мысли эмоции поступки по отношению к нему вот раз десять повторить эту фразу для фразы я прошу прощения прощая прошу очень не прощая и вы увидите что ваше возбуждение спадет энергетика рассосется и все то есть блок вас мир не образуется вот с человеком у вас отношения останутся нормально вот носилась столкаж не был перед нескольки скандала там обид прочим всего сильного это но это простая формула она не позволяет убрать накопившиеся блоки но позволяет хотя бы не нарабатывать новые если вы идете с кем-то разговаривать и чувствуешь что там может быть конфликты выступите вот поэтому мне бормочите фразу перед тем как идти на разговор с руководителя например у него или задание либо с женой или с мужем бормочите форму вы увидите что ваш разговор пройдет прямо время разговора старайтесь нам где-то крайне сознание промотать формула прощения . не что разговор пойдет на уровне разума то есть вы не перейдете на на эмоции на попытку запугать друг друга то есть второе значит почистите свое эмоциональное тело третье уберите те своих важные ожидания которые у вас имеются то есть следите свои переживания следите за какие идеи вы боретесь и как каким-то образом начну образ и образ то поняли у меня пока прописан берите эти свои важные ожидания станьте более спокойно нравишься человеком ваш энергии не будет тратиться на борьбу она останется вас и подняется энергетика вы станьте более энергично более позитивной и более успешно автоматически свои три сказал еще два надо ну если что-то не получается вы можете наработать все любое качество ты рассказал как я открыл любовь интернет маркетингу сейчас снова пытаюсь это продолжить вы можете открыть любое качество чего-то вам не хватает в этом хотите открыть бизнес вас не хватает уверенности вы пишете утверждение о том что я уверен человек от меня я быстро и легко принимая ответственное решение и прийти запрещаю себе любое любую критику свой адрес и так далее то есть загрузите себя новое новое напишите новый набор позитивных утверждений загрузить его в себя у вас появится то что то чего у вас не хватало это очень важно потому что вот когда вы приходите устраиваться на работу или хотите повысить то кадровик всегда смотрят если у вас набор качеств соответствующей этой должности потому что одно дело вы исполнитель булья мы должны сегодня FILI компании не хватает качество этого не повышает возможность наработайте сza начальником должности начальника отдела и вас с удовольствием возьмут начальники отдела пару что лежит нужно и качестве это дефицит последнее что еще рекомендация помнить всегда своих достоинствах потому что люди о своих достижениях остается забывают любить себя хвалить себя одобрять себя любой момент гордиться потому что вы носит брать про сперматозоиды когда-то 20 тысяч бежал а вы только добежали вы победили уже 20 тысяч конкурентов вообще супер победите выходите с понуром лицом искать его и меня не получше не могу вы все можете просто у вас загружена сбойная программа поведения загрузите программу поведения покушение своей самооценки что не любите этом обверяете себе все что вы делаете божественно бог руководит вами если ошибка ошибка какая-то как бог ошибся не вы тут вообще вот любите себя поднимите свою самооценку мне на сайте есть такой раздел 7 поднимать поднесу и самооценку ваша катер сама перри под обращайте себя 2 загружайте а программа то что вы от не любите берете себя уважайте себя забудьте себе и быть достойным больших денег вы можете опросить нужную оплату с людей и так далее все просто самооценки будьте имеете высокую самооценку этой жизни вам откроется очень многое то что можно какие шикарные рекомендации спасибо спасибо александр а теперь мы уже закончили с вами часть нашего интервью про успех я хочу вам задать несколько вопросов по поводу счастья александр скажите пожалуйста какое определение вы бы дали бы слову счастье я сегодня с утра раздумал на эту тему что отвечать на этот вопрос мне пришла такая мысль что счастье это когда ты никому ничего не должен ты живешь и как бы ты не чувствуешь себя обязанным сказать или должным или что тебе нужно то-то нужно то-то тут нужна она все время придавливать тебя к земле а когда ты никому ничего не обязан то ты паришь по жизни ты как бы расслаблен и ты сам выбираешь чем-то заниматься это никому ничего не должен не знать что вы ложитесь на диване и лежите вы с голоду побрете мир такой строй что нужно кушать нужно ходить добывать деньги и так далее но это будет должен быть добровольный ваш выбор выбирать ту работу которая вам нравится выбираете эти деньги которые позволяют вам выбрать ваш самооценка вот и ваше знание способную самооценку получается и вы живете радость потому что мы живем прекрасно мире очень красиво искать мир природа красивая всегда красиво в отличие от человеческих творений и творение старевает от обрада нам всегда совершенно вот у нас есть игра такая восьминедельная кстати мая начнется приглашаю желающий найди свою любовь для тех кто одинок и хочет найти свою половину потому что уже парк раз был женат или замужем игра для мужчин и женщин играет тренинг игра восьминедельный 8 недель 8 тематик первой неделе мы там прощаем себя очищаем себя от всех недоволь собой рондели прощаем представители противоположного полу негатив который вы получили борьбы с противоположного пола третья неделя мы прощаем странных людей потому что с кем-то мы боролись потому что они нарушили ваши идеализации еще бывает пассивной идеализации когда мы кто-то не нравится скупые жадные неаккуратные занудные там еще какие-то люди ну там люди там 20 вы не готовы с ним бороться но брезгливо относится вы не хотите с ним общаться ваш инстинкт выживания знает об этих ваших предпочтениях и он указывает вам на них он указывает на нарушители ваших идеализации однозначно и на эти самые на людей странные у нас называется которые вам неприятны в итоге когда вы начинаете искать как вам любиться увидите вокруг себя только вот этих самых либо тех кто будет разрушать вашу идеализацию как обычно влюбляется противоположности либо тех кто будет нарушать вашу идеализацию сил будет непрежный неаккуратный какой-то еще грезгливоем когда любовь пройдет любовь это же такой парализующий мозговой деятельности разумный процесс надевания разных очков и вы будете хватать за гул как же я могла в нее влюбиться а влюбились вы понимал что вы сказали хочу любви и ваш инстинкт продолжения рода вам создался влюбленности влюбились в эту потому что вы других не видели ваши симптом желание показывал вам только врагов мы так и живем все время влюбляем свой противоположности я это проходил с третий раз женат первый там брак еще 20 лет жена рубился на смерть свою собственно теорию возникло вот четвертый месяц мы открываем у себя новые качества пятый месяц мы убираемся идеализации что место женщина повышает свою энергетику потому что а значит сейчас у многих работа за компьютером люди сидят энергии вся в голове мужчины влюбляется через инстинкт продолжения рода это продолжение рода выбирает для влюбленности женщина способна произойти детей детей то есть у нее должна быть очень энергичная матка которая примет выпустит ребенка а энергии матки нет она как бы какая то есть но не та которая может привлечь влюбленность и женщина начинает опускать энергии ватку буквально там начиная там через четыре дня идет по улице до машина останавливается туда кавказские люди вылезают и же поедем шашлычники шашлычник выбегает за иди сюда куда пошла на чем восточные люди не были чувствительны к исходящим вот седьмой неделе мы формулируем что же мы хотим получить может идет очень много ошибок когда говорят я хочу выйти замуж это получается что за мужа хочу выйти замужа как было традиционно 500 там сто там тысячи лет назад и наш инстинкт выживания он из положить из тем продолжение рода выбирает мужчину которую за которым можно спрятаться быть за ним но сейчас же мир изменился женщины стали независимыми самостоятельно зарабатывать стали говорят хочу замуж на соответственно истинк выбирает им мужчину который будет претендовать на доминант семье они сами там кого хуже построить ну так и начинается борьба бодание и в итоге женщина хлопает дверь и попался не тут нельзя говорить замуж если вы хотите равноправных отношений нужно говорить что я строю партнерскую семью с моим искусственным любящим не любящими мужчин тогда вы не будете являться в доминантных мужчин вам не будет с ним бодаться и так далее то есть там много особенностей очень важно учесть все требования которые нужны не просто хочу любить потом влюбилась вы скажи я мудрю сюда влюбиться сказал хочу любить и далее получил а то что же не сказал что должен обеспечены что должен быть здоровым что не нужно курить нужно иметь более-менее общий с собой интерес и так далее все это важно говорить может вашим накопители переживаний сиболок там 50 процентов или 40 то тогда вы могли сказать вас хочу любви хочу замуж хочу жить мужчиной и соответственно бежал бы несколько мужчин выбором по словам выбирать какой-то мои знакомые когда вы у вас 75 процентов то тогда нужно очень четко говорить что же вы хотите получить иначе пусть и то же чем потом будет долго бороться и потом выкиньте так что происходит в большинстве случаев а если какая-то особая формула счастья или если какие-то основополагающие законы счастливой жизни что к счастью это некое состояние радостного возбуждения физический оргазм оргазм бывает сексуальный бывает пищевой оргазм бывает эстетический оргазм когда какую-то картину видишь красивую природу там еще какие-то на спирте смогут вот это кратко очень сильное возбуждение состояния но она не может быть стабильным потому что но это как и день и ночь если бы не было ночи то не было бы и дня во все время ночи мы вы не знали что бывает день раз есть счастье должно быть несчастье то есть и она счастьем воспринимается именно только когда его не было не было потом балах она появилась вот соответственно счастье это некое состояние которое мы входим когда что-то происходит мы че-то добивались оно получилось потом вы испытываете некой станче стину но не может быть вечно еще хочу сказать что часть это не эмоция потому что эмоция эта вещь кратковременная гнев там раздражение злоба это состояние длительное может быть там годами длится но в свои влюбленности находишься не влюбленности взаимные руганность и счастлив потому что и кажется что это самое хорошее состояние жизни ну вот собственно примерно то есть люди хотели бы в этом находиться но не получается потому что обязательства нужно верующие тоже дети подросли нужно машина новый покупать потому что старая износилась нужно работу ходить там не так интересно как хотелось бы и прочее внешние обстоятельства выгоняет нас и счастье мы стараемся туда опять забраться как муравьи то есть например невозможно быть все время счастливым я бы себя назвала бы счастливым человеком но мне все это кажется что всегда можно быть и счастливее ну если все время быть состояние счастья если исходить из того что счастье это состояние радостного возбуждения но тогда ты просто не будешь знать что это счастье но тем и хорошо тем что она возникает и ты его ощущаешь потом она проходит но ты его снова ждешь и на снова приходит такого своего рода мы зомби которые хотят наркоманы они тоже на счастье вот я как-то ездил в индию на конференцию там еще давно когда эзотерика интересовался там есть такой брак вакумарис центр и туда приезжают люди они медитируют туда приезжают два месяца медитируют там свою атмосферу лагерь там ходят белых одеждах едят только вегетарианскую пищу никого теле никого ради никого вообще там вот это русские ездят я с ними в поезде мы ехали там пережили сместность и грина вот у есть я зачем какой смысл в россии там и свои секты есть и своя религия есть ну что говорит вот тут когда медитируешь ты влетаешь такое состояние эйфории медитации просто кают божественные очень из бога называется и те хочется снова 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 физки наркотической зависимости вот того приятного состояния которые не получили получает его один раз за два месяца в год я понимаю что они вырываются с нашей среды и политики ничего нет ни деньги ни конкуренции они женщин мужчин неплохо включение и ты только медитируешь и какой-то момент случается самая медитация ну вот счастье это это вот пример то же самое просто врагу более ухудшенного примерно так это хорошо находится в счастье искать еще и части но она скорее не созидательное это вот топ того кайфа который ты получаешь они к неудоверенность она мотивирует тебя что-то действует находиться несчастье ты просто наслаждаешься тем больше ничего не получится это моя моя версия а если какие-то привычки если какие-то навыки если какие-то качества которые помогают человеку быть более счастливым ну позитивные отношения жизни принятие все что происходит умение видеть позитив в происходящем не трагедии не 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 чита происки там своих сил там еще что-то меня сказать радоваться текущий момент вот вышел у меня я очень аналитичный кандидат технических наукств и аналитик и я всегда завидую людям обладающими спонтанным творческим мышлением которые сразу получают готовый результат не раздумывая не анализируя вот я хотел что-то иметь такое вот ну что у меня там музыканты знакомые художники скульпторы и знакомы приятели вот жена у меня художник я хотел все что-то открытие пробовали пить там с дочкой ходил лепил но как-то очень дискать долго ну так понятно что получается рисовать не получается музыку про волоскать играть что тоже не получится потом там тоже сама вот ну что-то нужно было чтобы хотелось такого спонтанно раз сразу получили удар я создал себе такую потребность как бы ходил ходил она пока еще методика вот формирование тогда не было нужных событий но вот создался и ожидание какой-то мне ночью приснилось что есть художественные фотографии я всегда фотографировал но как обычно вот стоял мне подмышкой тадж-махау ли стою мне там сбоку там вы увидите там пирамиду хеопс или что-нибудь еще на как обычно людей спереди а людям то интересно что у тебя сзади они тебя но тебе-то интересно и есть художественные фото когда ты фотографируешь сами природу людей значит ищешь художественную красоту у них вот у меня порабило что сказать вот наверно это могла быть из моей сферы творчества аппарата меня есть фотографируйте умеет ну я думаю что у меня на самом деле не умею художественную фотографию я пошел на курсы там прошел в одни курсы сказать там прошел там трех месяцев ничего не понял значит начал фотографирует у меня в синем фоне получилось на сером фоне еще тогда было еще раз пошел получился и будет я остановился в этом деле нужно начинает загружать фотографии есть хорошие да но я научился видеть красоту мира вот я иду дух вижу голову красивого облака там музыка то восход понятно что это красиво красивые дома я хотел даже коллекцию сделать домов в москве чем много красивых домов цветные сейчас на крайне строят и так далее то есть начался ведь карьеру до природы видеть отражение в лужах там быть листочек там козявку я доволен тем что у меня открылась вот такое спонтанное видение мира я значит открыла у себя нечетко сформулировал вот сама все это свернулся и было наиболее подходящим для меня образом то что ничего не нужно развивать уже фотоаппаратами если нужно навести и правильно там фокус резкости либо фотошопе правильность вот концентрировать ведь прекрасной природе потому что мы живем люди с чувством вины он все равно все под ноги там внутри себя живет недовольство скаталки дела живем все на суете проживаем и и живем прекрасном мире его не видим вот уметь и прекрасно даже там где ты живешь в москве своей деревне где-то еще что они там природа хорошая красивая на городе там уже цветы людей видеть что-то еще и так далее вот и концентрируется на плюсе есть даже такое упражнение там найти 10 радости своей жизни запиши их вот если начать нужно что знание нож как она вырабатывает привычку мы там 10-20 дней что-то поделали и все и она за занесет значит его в режиме автомата чтобы не напрягались тратить на эту энергию если мы там поборолись с мужем боролись с начальником на работе парболи с родителями то у нас эта борьба стала привычкой на север хуем ищем с кем бы попадаться мы даже не замечаем этом с норма жизни а ведь хорошие у нас нету что там люди живут прожить пожить если от семейной жизни там что женщина тренинг разводится ли беру назовитесь достоинства мужа какие достоинства гад такой тоже нет ничего до суд хотя видела 10 лет назад создание а принц на белом коне аначе хочу замуж вот изменилась вот начать возвращать видите хорошие то есть каждый день записывать 10 например радости которые ты испытал чьи дня у нее красивый блока радость написал там знакомому сказать пообщался рады записал и выработаете новую привычку новичку видеть жизни хорошая очень большая привычка включить интернет и искать там кто у кого посадили кто загорел кто что-то сделал хорошие телевизор смотрю только тнт иногда стс ну иногда к кинокомедии ну там редко там сейчас кинокомедии с покойниками там если комедии 70 меньше трех ты и меньше покойников ну то есть я пытаюсь получать радость от того что я вижу что я слышу что я своим клиентам советую писать дневник благодарности ну или начинать день или заканчивать день с медитации благодарности или например писать в дневник благодарности минут 20 можно писать или или просто писать пять десять моментов по мне которые прошли счастливых хорошо это как бы отношение среди власть выравнивается чтобы себя любить там нужно все таки я бы рекомендовал еще добавить на радости которые ты сам получаешь жизнь а александр по каким признакам вы можете узнать счастливого человека улыбается у него светится не чувствую хорошая высокая энергетика улыбающийся человек искренне улыбающийся доброжелательный человек вот он почти счастливый человек а и если вот представить себе что например может быть счастье на 100 процентов или счастье на десятку в вашем понимании когда вы испытываете такое счастье ну по-моему зависит от того сколько ты усилий привожу насколько значимы для тебя результат получил но влюбленность мы не создаем сами она там автоматически создается но это самый высокий уровень когда ты влюблен человека и как бы он там какие-то дурости он не выкидывал тебя это совершенно интересует может ты лишь на только достоинство то что результатом наших усилий является бывает если усилий большой защитил диссертацию сказать радость сделал какой-то проект получил порцию денег выиграл лотерея например вдруг не ждал-неждал бабах еще что-то в зависимости от значимости для тебя результата не столько уровень будет уровень возбуждения уровень твоей счастья вы сейчас назвали несколько вещей которые связаны также с успехом достижением чего-то сейчас это для вас достижение чего-то например диссертация книги какой проект ну я назвал пару ситуаций которые не зависит это влюбленность например и выигрыш лотерею это не зависит от усилий бабах и повезло ну на самом деле насчет батареи там не все так просто там тоже кто попал не выигрывает начальной стадии всегда станет счастье практически иначе человеческий род не продолжался у нас тут на стане люди начинают детей потом счастье сходит стужен сливами сходит и потом уже ребеночек бегает никуда не денешься нужно пускать все жизнь вот примерно так то есть не всегда счастье зависит от нас там его используем я думаю что ситуация такая что то что для одного можно счастьем выигрыш батареи для того может быть источником страха выиграл счетом 100 миллионов рублей перепугался куда и где ну что делать вот я читал исследование журналистов что по выигрышу из батареи при семьяне люди выиграли там по 200 300 миллионов они все семьи развалились развались по одной причине под на бюджет они не поделили кому нужно помогать первую очередь может когда бедного человека падает много денег у стыдно быть богатым когда вокруг много бедных вы старается помочь родственники сразу же устраивается с двух сторон стороны мужа стороны жены длинной линии ребеночек может помочь тут мама болеет то нужно искать лекарства купить нужно же еще что-то все очень нужно да и пожалуйста денег ты богатый помогаю не начинает одних это 300 миллионов очень быстро можно промокать и в итоге начинает ругаться между собой разруется чем одна семья даже не успела купить себе квартиру так быстро все раздали что вообще даже на себя не потратили ничего сразу раздали русском успокоить вот это счастье вещь такая зависит от нас не зависит от нас мы испортим и возможность вы счастливы а обычно вы вот по шкале от нуля до десятки обычно насколько счастливы счастливы сами конечно на семерку что повлиял ли карантин самоизоляция ситуация с коронавирусом каким-то образом на ваше ощущение я сижу дома работаю дома на мне почти не повлиялось исключением у меньшего на закрылась возможность ходить фитнес на цигун куда я хожу поэтому я три килограмма набрал с ними героически борюсь каким образом в течение вашей жизни менялась ваше отношение к счастью или ваше отношение к важности счастья никаким образом вообще по этой теме не задумывался на не мое тело я полуслажность александр какой вашей жизни был самый счастливый день жизни и самый счастливый период или может быть несколько периодов несколько дней ситуациях ситуации момента периода думаю каждые 10 лет невзирая на на вторая жена нет она была образцовая что через 10 лет мне рассказала все валя отсюда все кончилось вот на еще был влюблен поэтому не буду сильнейший стресс вот ситуации достижений вот какие-то социальные достижения ну защита диссертация счета диплома награждение вот этой самой премии либо получение там денег ну хотя нет что-то 500 тысяч я получал долларов сеточку положил и не дали до метро поехал домой из 400 пакетики это не вызывало никаких никаких особых ощущений вот собственно те социальные достижения дочка родилась на на это особо участие нету когда вы подросла там с человеком стала разговаривать стало понятно так что кувыркается непонятно достаточно ровно и спокойно и ровно эмоционально сейчас последнее последнее время когда я разработал теорию как выйти с любого стресса до этого я конечно надо мне можно было довести до вспышки насколько у меня первая группа крови то мало не покажется ну слава бога тоже прошло уже несколько лет не какой у вас был сейчас самый несчастливый момент жизни или несчастливые периоды жизни ну собственно один сильно был несчастливый когда я когда у меня жена сказала все саши вали отношения исчерпали и через неделю заселила к себе другого мужчину я живу тогда у него квартире с первого сахарный дом она дождалась когда у меня дом стал жизнеспособным вместе но я впал то что называется депрессия то есть земля шла из-под но провалился все но поскольку не вспомнил что я психолог я не могу уходить три года потом спону равняться он рассказывать как и не через три месяца уже бодренький и значит уже не напали новой женщины просто с помощью приемов обесценив эту ситуацию забрал энергии из воспоминаний и все ситуации энергетику остановить на сайте есть кстати разделов связано с как выйти из сильнейшего из после как избавиться от последствий сильнейшего стресса переживания измены предательства сильно переживание то есть я своего потом изложил думаю что это вот самого запомнивающиеся остальное там по мелочам было александр а какие ваши привычки какие ваши качества или навыки помогают вам быть счастливым ну то что я занимаюсь любимым делом наверное что я не я пробовал работать просто за деньги но не было скучно я бросал это ближайшее время искал деятельность связано с тем что мне интересно насколько интересами обычно заканчивались через пять-семь лет я менял вид деятельности вот последний вот я застрял продукт на методике разумный путь с очень долго вот собственно она 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 и заметьте любимым делом является основанием для что ты можешь сказать перечки либо быть равновесно возбужденным и радостным состоянием либо какие-то небольшие достижения дают тебе основание считать что ты как вы говорите счастье в принципе я это никогда не освеживал для мне эта тема не актуальна а если бы вы сейчас встретились с волшебником или с феей или могли бы у бога попросить чего-то или в предыдущей части об успехе говорили про то что вы любите рыбу ловить и что вы когда-то выловили рыбу на несколько сотен килограмм если например вы бы выловили золотую рыбку чего бы вы попросили попросил дать мне возможность достучаться до большего количества людей которым бы я рассказал что есть методика разумный путь она позволит вам жить будет получит для меня вы уже достучались я знаю насколько это круто ваша методика ну я знаю что это работа мне нравится такая пословица без труда не выловишь и рыбку из труда да и если все нужно энергообмен ты отдаешь свою энергию получаешь замен какие бы пять топ рекомендаций вы могли обозначить для наших слушателей для наших зрителей как быть счастливыми думаю что это немного неправильно что ли быть счастливым хочешь быть счастливым сказать вон найди наркотики и значит у числевым пока здоровье позволит счастье у нас носка зачем моем понимании очень связано с успехом как быть успешным я уже рассказал если люди станут успешными то количество достижений в их жизни резко увеличится и соответственно увеличится количество счастливых стояний поэтому те рекомендации которые относятся к успешности автоматически можно пережить на счастье сказать счастье но исключение влюбленности нужна влюбленность вы приходите к нам на игру поднимите энергетику уберете внутренние барьеры перед устройством личной жизни правильно сформулируете цели получите себя самого лучшего партнера которым будет долго испытывать хорошие счастливые отношения не просто потреблять а будете их поддерживать если стоит будет вместо борьбы вы будете выбирать техники гумано взаимодействия связи с настоящей ситуации в мире в связи с коронавирусом связи с самоизоляцией появились ли у вас какие-то новое осознание какие-то новые смыслы контексте тем которые мы сегодня обсуждали тема счастья тема успеха но в деятельности не изменилось потому что уже два месяца прошло это мало возникло понимание что нужно больше учитывать риски но у меня вот бизнес интернет чистый поэтому что ли себя подавал для меня никак не влияет то что людей стало меньше денег это стало сказать понятно что стало риском который реализуется уже продажа упали понимаем того что нужно учитывать что мир нестабилен неоднозначен более исходить из этого ситуации когда люди вкладывается всю свою жизнь вкладывает во что-то потом ситуация меняется коронавирус или хоть закон привод все разруливается ли не могут вороке ситуация не ходит депрессию негодование допускать что мир многовариантен это что ты делаешь она какой-то момент может может стать никому не нужным всего-всего изменившихся обстоятельств интересно надо это можно применить к своей методике и более спокойно относиться к тому что происходит для только из запаса нужно небольшой нить ходил финансовый сейчас потому что огромное количество людей поймет что жить а зарплату зарплаты нельзя нужно иметь хотя бы запасу различные роды консультанты финансы говорят об этом нужно 5 месяцев хотя бы запас денег и не тратить его чтобы он был ну люди жили я знаю многие живут сказать зарплату зарплату сейчас ситуация такая что если закрылась туристическая фирма или как-нибудь еще производство то у человека нет никаких наивоплений но выживет конечно родственники по-моему что-то произойдет но ситуация будет эмоционально напряженной поэтому какие-то выводы по образу жизни люди конечно сделают александр и еще такой вопрос есть ли какие-то вопросы или какие-то темы которые вы хотели бы обсудить со мной о счастье и об успехе которые я вам сегодня не задала и вы бы хотели бы поделиться с миром поделиться приглашением на значит на сайте я жжу там порядка тридцати рабочих страниц где можно решить самостоятельно огромное количество а значит большое количество ваших проблем часто изменить себя открыть все новые способности новые склонности интересы убрать из себя там чувство вины сходить самооценку на убрать психологический аспект который может разрушать ваш бизнес сделать успешно и так далее если вы не очень уверены что вы сами это потяните то пожалуйста нас есть тренинговый центр там у нас запускается длительный 8 месячный тренинг по секрет протяжении денег по повышению вашей финансовой успешности нам тоже начали мы я веду первое этом восемь занятий раз в неделю занятия по когда можете задание значит я веду первую неделю это связано с тем с внутренними изменениями это вот эмоциональные чистки брать эмоциональные блоки вытащить негативное убеждение поменять относительно себя вот а потом уходит человек приступает он начинает уже чисто финансовую часть вести как управлять деньгами как а значит там работать кредитами как разобраться с долгами как сказать правильно тратить деньги как правильно привлекать деньги и так далее то есть будет такой финансовый прочистка прочистка мозгов кстати которые люди но у нас уже это идет не первый год такой тренинг длительный что ну люди там в три-четыре раза увеличить свои доходы либо решается открыть свой бизнес и бизнес успешно становится нужно не наработать нужные навыки совминала к мясу сущими там вести бухгалтерию управлять людьми чем-то еще он начинает бизнес да у нее что-то получается только бизнес растет он начинает пугаться это потому что возникает новые потребности которым он не готов а вот тут будет все все в комплексе будет все получится руководство что ты не роботный вас провел пожалуйста приходите на игру если нужно строить личную жизнь приходите на денежный тренинг если не хватает денег не знаете что делать ну что все порождаем мы сами мы свои мыслями убеждениями программа поведения порождаем реальность изменили начинка в голове соответственно реальность изменилась потому что сами выберите другую подняли самооценку не будет работать за 15 тысяч рублей нужно посчитать что вы достойны больше денег пойдете найдете насколько вы считаете себя достойным и столько денег и будете получить то что всегда можно один на любую зарплату искать будет быть нормальным полученным человеком иметь малое количество негатива и амбиции иметь стремленность то все будет все что хотите что все будет получено вот так и хотели бы вы еще что-то в завершении сказать нашим слушателям нашим зрителям друзья мы живем прекрасном мире замечательном хотя он может вам казаться что вы же эти воду и целую кучу теорию придумал что мы пришли мучиться совсем пришли наслаждаться жизнью и у вас есть огромное количество здоровья и энергии которая позволит вам это делать просто нужно немножко почистить свою голову убрать из нее те программы поведения те убеждения которые позволяет заставляет вас сделать неправильное решение неправильный выбор убрать всеми эмоциональную грязь и вы что мир передо мной откроет совершенно другой новая соотношения улучшится здоровье поднимется энергетика и найдутся сказать нужные мужчины и женщины которые нужны в этом мире есть все просто вы это не берете возьмите это пожалуйста чтобы взять нужно не просто протянуть руку а нужно чтобы протянул руку немножко другой человек измените себя и все ваши желания будут сбываться вы будете счастливы столько времени сколько ходить успеха вам александр царяш ой спасибо вам огромное александр спасибо вам огромное за чудесное интервью очень была счастлива с вами поговорить и действительно вы оказали на мою жизнь очень очень положительное влияние и я что и это интервью тоже окажет влияние на очень многих других людей которые не знакомы спасибо